Из той же студии, которая принесла тебе гуакамоле, получается немного уникальное блюдо. Это приключение в жанре экшн-ролевой игры сверху вниз, очень крутой механикой смены форм. Эй, ребята, я детеныш. И это мой настоящий обзор для Никто не спасает мир. Он вышел 18 января в Steam, Xbox One и Xbox Series X и S по розничной цене 25 долларов США. Хорошо, так что в ближайшем сравнении я бы сравнил эту игру с игрой Шанте. Основная механика в Никто не спасает мир заключается в том, что ты можешь свободно переключаться между различными формами. Это включает в себя животных, таких как крысы, лошади, людей, таких как культурист и рейнджер, или мутантов, таких как призрак и слизь. Существует более 15 таких различных форм, и у каждой из них есть полный набор уникальных способностей, которые можно использовать в бою в дополнение к их базовым чертам, таким как способность передвигаться по воде, а некоторые – проходить через труднодоступные места. Это очень классная механика, и она становится только лучше благодаря огромному разнообразию и деталям, стоящим за всем этим. Культурист, например, атакует гигантской гантелью, и если вы присмотритесь достаточно внимательно, вы увидите, что его бездействующая анимация даже заставляет его напрягать грудные мышцы. Некоторые формы быстрее, некоторые формы более танковые, некоторые дальнобойные, некоторые в ближнем бою, а некоторые представляют собой смесь того и другого. Здесь есть из чего выбирать, и они подходят для самых разных стилей игры. И это на самом деле еще не все, потому что вскоре после опыта вам предоставляется возможность дополнительно настраивать каждую форму, оснащая ее способностями любой из других форм. Вы можете получить такие вещи, как лошадь с ядовитыми чертами крысы, или призрак со способностью распылять воду черепахи. Поскольку каждая форма повышается индивидуально, тебе рекомендуется прыгать вокруг, а не придерживаться только одной формы. Но в то же время эта настройка позволяет вам взять некоторые из ваших любимых способностей из одной формы и применить их к другой. Это очень крутая комбинация, так как с парой форм немного сложно играть только с их базовыми способностями. Так что бой уже был достаточно забавным сам по себе с большинством базовых форм, но добавление обмена способностями действительно повышает его, и особенно позже. Когда вы разблокируете большинство способностей, и сможете придумать некоторые очень сумасшедшие синергии. И это тоже не просто бой. Задания и головоломки также основаны на этой механике. Например, в одном задании вам нужно уничтожить кучу целей, используя определенные типы повреждений за ограниченное время, и вам нужно будет придумать какую-то комбинацию форм с нужными способностями, чтобы выполнить эту задачу вовремя. Или более простой квест, который также демонстрирует остроумное написание, которое есть в игре, потому что вы работаете с гильдией воров, чтобы сбежать с кинжалами из местного магазина. Загвоздка в том, что на самом деле ты не крадешь кинжалы, а покупаешь все четыре, используя разные человеческие формы, чтобы обойти ограничения на продажу одного человека. Очень сомнительный ход со стороны очень сомнительной гильдии воров. Именно такие маленькие штрихи сохраняют свежесть впечатлений даже через несколько часов. И действительно, замены форм и настройки достаточно, чтобы избавиться от этого чувства повторения. Карты тоже хороши, хорошее сочетание окружения с классным дизайном, классными персонажами для знакомства и увлекательным квестом для завершения. Открывая больше форм, постепенно открывается больше карты, поэтому исследование тоже поощряется. И конечно же, карта также сильно выигрывает от красочного художественного стиля игры. Отличная раскраска, множество подробностей о мире, на самом деле это просто красивая игра, и в ней тоже есть приятная музыка. Мои основные жалобы в основном связаны с качеством жизни. Например, колесо быстрого выбора, которое позволяет вам переключаться между формами, что в значительной степени является центральной механикой этой игры, немного привередливо, когда у вас достаточно форм, чтобы заполнить все слоты в нем. В том случае, если вы хотите переключиться на форму, которой нет на колесе, вам нужно приостановить игру, открыть меню 4, выбрать эту форму и надеяться, что она не заменит другую форму, которую вы также хотели бы поменять на этом колесе. Я не знаю, не упустили ли мы с моим другом чего-то, но казалось, что форма будет помещена на колесо быстрого выбора случайным образом, поэтому нам стало немного больно, когда нам пришлось жонглировать всеми этими различными формами. Это и я не были самыми большими поклонниками того, как отслеживаются и отправляются квесты. Для этого тебе нужно вручную открыть меню и отправить его, прежде чем можно будет перейти к следующей части этого задания. Это немного раздражает, потому что иногда вы выполняете одно из этих заданий в середине боя, и вам приходится делать паузу, чтобы отправить его, или тратить следующие несколько убийств, или что-то еще, что не отслеживается для вашего следующего задания. Учитывая гору квестов, которые там есть, это становится немного утомительным. Это и экран повышения уровня также могли бы быть немного короче или даже лучше. Это может работать в фоновом режиме, потому что это часто случается. И как обычно в подобных играх, становится немного трудно понять, что именно происходит в бою. Как только ты хорошо войдешь в игру, Есть куча эффектов взрывов, и нетрудно потерять свое место, когда рядом с тобой на экране куча врагов. Хотя это и связано с жанром, но я чувствовал, что об этом все равно стоит упомянуть. С технической стороны, я действительно столкнулся с несколькими проблемами с мультиплеером, будь то случайный всплеск задержки, который длится некоторое время, или случайное отключение, заставляющее меня вернуться в главное меню. Оба были очень раздражающими, мочевой пузырь тем более, потому что это, казалось, происходило только тогда, когда мы с моим другом были в подземелье, где вы не можете спасти, пока не выйдете из него, и в одном случае это отключило нас прямо. Когда мы дошли до конца, и нам пришлось все переделывать. Это можно было бы легко решить, если бы, знаешь ли, оставить в игре хотя бы одного игрока вместо того, чтобы загружать обоих, но в нынешнем виде это не так. В остальном, игра идет нормально. Я запустил его со скоростью 1440 кадров в секунду и 120 кадров в секунду, что, кажется, является максимальным без каких-либо проблем с производительностью. В игре отсутствует управление мышью, но есть элементы управления с возможностью повторной привязки к клавиатуре. Они немного соки, но по крайней мере выполнимы, если у вас нет контроллера под рукой. И поэтому, учитывая все сказанное, я бы поставил «Никто не спасет мир» 8 баллов из 10. Я должен признаться, что был приятно удивлен. Когда никто не спасает мир, я вошел, думая, ладно, в основном, сверху вниз. Но это намного больше, чем просто веселый бой с множеством глубоких квестов, которые на самом деле делают что-то уникальное. Они заставляют вас просто бегать к солидной музыке и красочному искусству с большим количеством деталей. У этого есть много возможностей, несмотря на некоторые технические и дизайнерские недостатки. Это достаточно забавно, как однопользовательское название, но абсолютно простая рекомендация. Если у вас есть друг, с которым вы можете играть в онлайн-кооперативе, Nobody Saves the World продается в Steam за 25 долларов США. Я включил эту ссылку в описании ниже. Это также доступно на Xbox One и Xbox Series X и S, так что проверьте это, если вам интересно. И не забудьте подписаться на дополнительные обзоры. Я увижу вас, ребята, в следующем.